С вами Megabzor.com и сегодня у нас игровая сборка, первая в этом году, всех с наступившим Новым Годом, собирали в корпусе Formula Crystal Z1, рассчитанном на материнские платы MATX. Систему собрали с видеокартой RTX 3080. Комплект включает пластиковые стяжки, винты, динамик и буклет с данными по совместимости с компонентом. Представлен в черном и белом вариантах покраски шасси. Он достаточно компактен, визуально сжат по длине и вытянут по высоте. Две его стенки выполнены из закаленного стекла и соединяются между собой без видимой рамки, создавая эффект цельного стеклянного элемента. При этом для лучшей продуваемости внизу, вдоль периметра боковой и передней стенки, находится сетка. Она обеспечивает свободный приток воздуха внутрь и таким образом не ухудшается организация системы отвода тепла. А за счет мелкой сетки будет задерживаться мелкие загрязнения. Боковая стенка крепится при помощи накатанных винтов. Снимается с двигом в сторону, при разборе часть сетка остается на корпусе. Противоположная стенка из цельного листа металла. Он без каких-либо особенностей, отсутствует дополнительной шумоизоляции. На основании четыре пластиковые ножки с прорезиненными уплотнителями. Под зоной блока питания против полевой фильтр. Но снимать его крайне неудобно. Можно обратить внимание, есть отверстия для стойки дисков или можно монтировать накопитель напрямую. Большая часть площади в верхней стенке у формулы Crystal Z1 это вентиляционная решетка с посадочными местами под радиатор, жидкостная система охлаждения или вентиляторов. Есть противополевой фильтр с магнитным креплением. Вдоль правой стороны распределены кнопки и разъемы. Здесь один скоростной USB, это USB 3.0, два USB 2.0, пара аудиоразъемов, кнопка включения и перезагрузки. Рабочая зона корпуса разграничивается на две камеры. С помощью стенки с двумя посадочными местами под вентиляторы, тип размера 120. Есть вырезы под питающие интерфейсные кабели. Рассчитана установка материнской платы до MATX. Стойки под крепежные винты изначально предустановлены. Для системы отвода тепла от процессора можно выбрать между башенной конструкцией высотой до 165 мм или жидкостной системы с радиатором 240. Радиатор ставится на верхнюю стенку. Видеокарты с длиной радиатора до 300 мм. Штатного кронштейна для дополнительного упора под тяжелые графические ускорители тут нет. Формула Crystal Z1 позволяет поставить два 2,5-дюймового диска и один 3,5-дюймовый. С учетным распространением 2 этого будет вполне достаточно. Основной объем кабелей будет скрыт в камере, которая рассчитана на установку блока питания и накопителей. Это упрощает проведение аккуратного монтажа с кабельным менеджментом. В корпусе собиралась система с материнской платой MATX, а процессор Intel Core i5-12600KF и видеокарты RTX 3080. Собранная система в корпусе выглядит симпатично и аккуратно. Хорошо смотрится акцентирование подсветкой. Тесты нагрева проводили с закрытыми стенками. Установлена жидкостная система радиатор 240. Штатных вентиляторов у корпуса нет. Мы замеряли шум с закрытыми стенками и именно тех компонентов, которые стоят у нас. Это сценарий, когда корпус стоит на столе на расстоянии примерно 30 см, рядом с монитором. В итоге получаем корпус для компактных игровых и рабочих сборок с двумя стенками из закаленного стекла. Из минусов отмечу сложности с обслуживанием противополевого фильтра под блоком питания. С удовольствием обсудим с вами формулу Crystal Z1. А лайк и подписка приветствуются. Пока-пока.